Я слушаю ваше радио. Плохо. Сейчас вы не спешите. Я еще не спешу. А может это хорошо? Вы не спешите. Я сейчас вам скажу. Извините. Вот, значит, недавно мы с Митлотойчем были на юге, занимались олимпийскими объектами и на лыжах немножко покатались там вечером. Включил, перед сном или утром проснулся. Там, канал попал на вашу радиостанцию. Я не знаю, я даже не знаю этих людей. Я смотрел, думаю, что такое, что за чушь они несут. Я даже не знал, что это ваша радиостанция. Честное слово. Тоже плохо. Ну, можете плохо, можете хорошо. Я вам честно говорю. Я слушаю. Значит, обсуждалась система противоракетной обороны. Слушайте. Ну, такую бредятину. Я просто не знаю, откуда они это берут. Для нас неважно, говорят, на каком расстоянии от российских границ будут находиться эти противоракеты. Как же неважно. Как же неважно. Если они ближе будут находиться, они перекрывают районы базирования наших ракет, наземного базирования. И будут их сбивать. Если подальше расположены, не перекрывают и не будут сбивать. Как это неважно. Это принципиальный вопрос. Еще как важно. Другой тезис. Вот американцы предлагают нам вести работу совместную в этом направлении. А Россия, видите ли, не нужно отказываться. Так это мы предлагаем. Они отказываются. Они не только нас не допускают. Они даже своих ближайших союзников по НАТО, европейцев, не допускают. Значит, базирование радаров есть, базирование ракет договаривается, а к управлению системой никого не допускают. Это такая элементарная вещь. Вы послушайте, я вот лежал в кровати перед сном или проснувшись, уже не помню, и думал, это ведь не информация то, что они дают. Это обслуживание внешнеполитических интересов одного государства в отношении другого, в отношении России. Я вам говорю просто как эксперт, который занимается этим многих лет. Это есть абсолютно элементарные вещи. Их нельзя не знать. Я не верю, что они этого не знают. И они делают это за счет российского налогоплательщика. Для меня уму непостижимо, как это возможно. В Штатах это было бы нереально абсолютно. Не допустили бы вообще. Я помню, как освещали на канале Фокс, по-моему, события в Южной Осетии. Когда две женщины, девочка молодая и ее тетя, рассказывали о том, как происходили эти события. Когда поняли, что они имеют дело с людьми, которые поддерживают действия России, вы видели, что началось? Начали хмыкать, хлюпать, кашлять. Только что, извините, мы за столом сейчас что-то там не натворили еще. Более того, сказали. Более того, не натворили. В Штатах грузии. Да. Вы понимаете? И чтобы вот так вот обслуживали интересы России в отношении США на каком-то канале, который принадлежит государственной компании, я просто не представляю. Это невозможно. А вы говорите, свобода слова. А где же тогда она, если не здесь? Ну, вообще-то неприлично. Мне так кажется. Пожалуйста. А, кстати, вы за кого будете голосовать на выборы? Я с 96-го года не хожу на выборы. Владимир Владимирович, я вам объясню, почему. А вы на меня обиделись, я чувствую. Ну, я обиделся, да, я обиделся, обиделся. Это потом скажу. А зря. Я вот не обижаюсь на вас, когда вы меня поливаете там по носу с утра данной вечер. А вы обидели. Я два слова только сказал. Я прошу тебя, я не обиделся. Ну, прекратите. А я не шучу. Я... Я...